Девушки отдыхают Иваново и даже старого города Иваново-Вознесенска тоже не было. Было маленькое село. И в этом селе Иванове жили крестьяне. Все крестьяне для себя оделали сами. Возникла эта уникальная текстильная империя на месте, где издревле произрастали льняные джунгли. Другими богатствами этот край природа не одарила, но изобретательный человеческий ум нашел льну идеальное применение. Но здесь есть работа, не всегда хорошо оплачиваемая, часто тяжелая, с неудобным графиком. Город-фабрика, человек-винтик. Природа стремится к гармонии. И появляются странные люди. С неспящей душой люди памятливые, ищущие свои истоки и корни. Мы пришли к мысли создавать камерный музей, потому что с моей точки зрения музей это то место, где человеку, пусть даже там большие залы, и выстроена какая-то, и отражена какая-то глобальная тема. Хочется побыть наедине с собой. И вот эта идея у нас легла в основу нескольких музеев, в частности, музея «Человек-душа-духовность». Я не могу назвать этот музей музеем, потому что это экспозиция размышлений, которая возвращает нас к глубинным корням духовности. Мы попытались вернуть наших посетителей и себя самих к своим собственным корням. И оказалось, что почти никто не знает своих собственных корней. Мы не могли не представить тему гармонии разных видов русского декоративно-прикладного искусства. Потому что именно в декоративно-прикладном искусстве человек проявляется в самых высоких своих ощущениях жизни, мира, собственного места на Земле. Уникальное, единственное в мире явление – музей Ситца. Место, где собраны все образцы и рисунки натуральных тканей. Валентина Ивановна Гурковская – человек-легенда. Женщинам всей страны известны ее ткани. Сам процесс в Иванове начался с того, чтобы были мастера, которые воспроизводили рисунки, приобретенные фабрикантами из-за границы. И они их несколько перерабатывали и создавали рисунки разного типа. Но в основном все было построено на высоком техническом исполнении. Это были мастера высокого класса технического. Ну, в основном это были художники, можно сказать, самолучки. Самые первые рисунки были тканые, очень простые – клетка или палоска. Термин «набивные ткани» появился от технологии нанесения рисунка. Создавались специальные формы – деревянные манеры, которые покрывались краской, их клали на ткань и били сверху деревянной колотушкой. Затем манера передвигалась дальше по ткани и постепенно покрывалась вся поверхность. Краски готовились в специальной секретной комнате, чаще всего в подвале и без окон. Книги, в которых описывались рецепты красок, тоже прятались. Да и сам рецепт неподготовленному человеку прочитать было невозможно, поскольку всегда использовался специальный шифр. С появлением первых паровых машин произошел колоссальный скачок в объемах производства тканей, что повсеместно перевернуло отрасль. Мы как только приехали сюда, нам давали образцы, чтобы овладеть этой техникой. Поскольку дальше идет гравировка, перевод на валы, поэтому нужно было изучить. И нас сначала просто заставили работать на старых образцах. Вот рябинка. Одним словом, на протяжении всей своей творческой работы я всегда старалась использовать растительный мир. Он очень богат, поэтому ткани получали высокую оценку на художественном совете. В основном были только женщины на предприятии. Потом, чтобы сохранить кадры художникам, наше главное управление решило создать студию. Два раза в неделю мы приходили в это помещение и занимались изучением природных элементов. Нам привозили цветы. Вот с этого началось восстановление творчества. Мы рисовали, старались использовать для создания какого-то рисунка нового образца. А утверждала Москва, Министерство текстильной промышленности. После этого только ткань могла идти в производство. Без этой оценки рисунок никогда не допускался даже. Поэтому каждый кварт, целые партии работ, которые создавали за этот период, вот отправляли в Москву, и там уже решался вопрос их судьбы. 30-й и 31-й год. Был задан тон опять-таки этой группой московских художников. Они сказали, что это уже отжило, а надо искать другие формы. И вот начались элементы производства. Значит, и тут были в ход пущены и серпы молот, и трактор, и одним словом сельскохозяйственные или производственные мотивы были. Время диктовало необходимость советской девушки шить платьицы для романтических встреч из ткани с тракторами и элегантно разбросанными по поверхности тела серпами и молотами. В неокрепшее сознание людей, вступивших в единственную в своем роде социальную формацию союза бесправных, необходимо было внести правильное представление об эстетике коммунистического быта, неотрывно связанное с его лозунгами и атрибутами, страшными не столько в своей четкости, сколько в единственности и безальтернативности. Вот эта идеология большевизма, марксизма, она коснулась, поскольку назначение-то даже отрицало само народное искусство. В 1928 году все народные промыслы были фактически уничтожены. Ну, как это, на тарелке, на щи хлебать, а там товарищ Ленин. Кто будет полутенца вышивать такими сюжетами? Как каждый день вытираться, значит, и вот если такой сюжет, а доходил это, и кружевник заставляли, вот, какие-то звезды, то есть, конечно... Ну, это продолжалось не очень долго. Это примерно года полтора, даже меньше, по-моему. Потому что видеть на ткани такую грубую форму, например, трактор изображен, ну, что женщина наденет на себя, положим платье, и будет вся расписана этими тракторами, не украшает ее. И снова перешли на растительный элемент. Вот этот рисунок был создан в 1936 году и был оценен, была у него высокая оценка. И когда открылась в Париже выставка в 1937 году, этот экспонат был, это, пожалуй, впервые, когда наши ткани начали поступать уже на выставки заграниц. Я считаю, что музей очень помог текстильной промышленности во владении вот такого всеобщего звучания. Ведь наши ткани были в почете и заграницей. И это, я считаю, что результат вот именно такого тщательного изучения прошлого. Очень интересная тема под условным названием «Герой духа». То есть это люди, которые предшествовали эпоху, преждевременные люди, в своем веке всегда становятся посмешищими. И только потом, когда идет осмысление человечества, постоянно пытаются что-то осмыслить, понимают, что эти люди что-то для них значат. Постепенно город становился поистине фабричным. И вот в 1852 году в семье фабриканта Геннадия Бурылина родился второй сын Дмитрий. А духовный труд всей его жизни, собирательство положили начало единственному в своем роде музею редкостей и древностей. Дмитрий поднимает свое родовое, семейное дело. Причем это ему далось с огромным трудом, но уже к концу XIX века дело разрастается, его фабрики, две фабрики, начинают приносить прибыль. Естественно, условия труда на фабриках не могли отвечать даже потребности того времени. Дело в том, что Иваново-Вазентинские фабриканты были, помимо того, что они были очень авангардными предпринимателями, они были все-таки в яркой степени еще и эксплуататорами. Здесь эксплуатировался детский труд, работали дети, о чем мы можем судить по фабричным фотографиям. Женский труд, который оплачивался значительно ниже. И если говорить о фабриках Дмитрия Геннадьевича, то они были таковыми, да? Были не очень хорошие условия труда. И мы знаем слова, которые написаны его дочерьми, что день выплаты зарплаты на фабриках превращался для семьи в некий такой критический день, потому что платить зарплату было нечем. Дмитрий Геннадьевич накануне купил тот или иной раритет, какую-то замечательную вещь для своего музея. Дедушка был очень добрым человеком, очень любил детей. Ведь у нас, смотрите, сколько их было, если посчитать их всех. Мы как-то однажды так взяли 24, ребенка было у дедушки всего. На году бывало по-двое. Начало года, конец года. Они все смеялись. У нас бабушка никогда пустая не была. Как и полагается, по мере того, как производство Бурылина набирало обороты, коллекции новых тканей получали признание и премии на всемирных выставках в Париже и Чикаго. Интересы его и значительная часть прибыли направлялась на приобретение все новых и новых экспонатов для музея. Увлечение, ставшее смыслом его жизни и дело, которое он двигал, Бурылин разделял следующим образом. Музей – это моя душа, а фабрика – источник средств для жизни и его пополнения. Самое смутное для России время в 1913 году, когда все близкие убеждали его в несвоевременности такого шага, Бурылин строит для музея оригинальное здание на собственные средства, не привлекая к этому городских властей. Он чувствует потребность достойно завершить и устроить труд всей своей жизни. Он жил в небольшом городе, очень рабочем городе, с очень сложной судьбой и с несколько такой неоднозначной сложной аурой, потому что это тысячи рабочих, которые жили, трудились на потребу текстильной промышленности. Так вот, Бурылину хотелось в этот непростой город привнести совершенно потрясающий мир. Мир посредством собственного музея, собственной коллекции и показать, насколько он прекрасен, этот мир. Он был экспорприирован, несмотря на то, что доминантным документом вообще в фонде документов Бурылина является его завещание, духовное завещание, которое датируется в 1898 году. Заметьте, задолго до революции. Именно тогда Дмитрий Геннадьевич принимает решение. Означенное собрание, по согласию словей, должно быть достоянием нашего родного города Иваново-Вознесенской. И никогда не должно быть распродано или расхищено. Собиралось оно с большой нуждой и трудами. И вдруг в один прекрасный момент раз его освобождают от занимаемой должности, отстраняют. И он после этого ведь только год с месяцем прожил. И умирает это заболевание сердца. Переносил очень тяжело. Как говорили дети, что дедушка очень тяжело переносил это время. Из дома выселили. Из дома ничего не давали. Даже вот переодеться, белья, и то не давали ничего. А уже в 1924 году появляется целая череда совершенно жутких клеветнических статей в местной прессе, которая обвиняет Бурылина в разворовывании собственной коллекции. Буквально так, что бывший фабрикант, хозяин музея Бурылин потихонечку крадет у новой власти, у народной власти прекрасные ценности, которые сейчас принадлежат только народу. Дальше тема веры в таком философском осмыслении не просто религии и не просто обрядов религиозных, а истинной глубинной веры прекрасной в самого себя, в ощущении Бога в самом себе. Реалии сегодняшнего дня в глубинке ничем не отличаются от жизни больших городов. Хотя это не просто праздничная демонстрация. Город-фабрика исторически стал также кузницей революционных кадров, родиной первых советов, первых статичных комитетов и первых сформулированных политических требований. Жаль только, что привело это совсем к другому. И только один Михаил Васильевич Фрунзов. Вы посмотрите, этот человек, потому что он настолько умный. образованный, интеллигентный, доступный. Даже в те кровавые годы гражданской войны, когда приходилось ему принимать очень серьезные решения в тех боях, когда большевики или Красная Армия шла воевать, в общем-то, с русскими, и принимать нужно было очень серьезные решения о проведении военных операций. Стенка на стенку русские на русских шли. И даже тогда он был очень мудрым. Он обходился всегда малой кровью. За это не уважать человека нельзя. Но как это бывало и раньше, и сейчас любая идея, которая не устраивает большинство, этим большинством и преследуется. Так случилось и с музеем Фрунзе в маленьком городе Шуя. Сколько нелестных слов услышали о себе его создатели. События 91-го года привели к тому, что оказалось, что мы не нужны никому. Об этом заговорили в городе, об этом заговорили в области. Зачем вы будете открываться мемориальным музеем? Уже советский период никого не интересует, он никому не нужен. Но музей у нас построен так, что он непредвзятый в одном каком-то направлении. Сюда пришедший человек может для себя сделать определенные выводы сам. Потому что мы даем точку зрения разных людей на советский период. Об этом говорят как раз те высказывания, которые представлены здесь у нас в зале гражданской войны. Точку зрения на гражданскую войну. Ну, Энгельс говорил, что это кровавый террор. Там фронт заговорил, что пришел светлый октябрь. То есть светлая эпоха пришла с советской властью. Чудовищная фигура с косой в руках под однообразным грифом «Вредитель» вырвала и выжгла, словно струей напалма, сотни и тысячи ни в чем не повинных рабочих и работниц, технологов, руководителей, знавших свое дело людей. И это знание, бессмысленность принятых на себя под пыткой грехов, они унесли в обширные безымянные могилы. Моя практическая вредительская деятельность на меланжевом комбинате в основном заключалась в основную установку по развертыванию вредительства, как в части выпуска готовой продукции. Моя вредительская деятельность сводилась к тому, что я умышленно не принимал меры к правильному уходу за машину. Я действительно являюсь участником контрреволюционной, фашистской и вредительской организации. Этим я преследовал основную цель – срыв производственного плана и ухудшение качества отца, ухудшения качества Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Тема материнства и родного дома, тема детства, потому что все из детства, мы все из детства, и все, что происходит с нами в нашей жизни, идет от наших корней, от нашего детства. Вот эта тема возвращает наших посетителей и к своей родословной, и к ощущению своей собственной души и своего места на земле. И, может быть, в этом самая большая ценность этой экспозиции. Провинция. Малая родина маленького человека, способного нести на своих маленьких плечах весь наш огромный мир с его вечными неразрешимыми проблемами. Это она, малая родина, ее история, ее тихий ежедневный героизм создают прогресс и поддерживают поступательность движения жизни. Я считаю, что музейные работники, их же в стране немного, у нас где-то, может быть, около двух тысяч музеев. Это просто золотой фонд России. И мне кажется, что именно в музеях сохранилась вот такая истинная интеллигентность и истинное подвижничество. Я в этом глубоко убеждена. Моя реченька, перекалец, моя быстрая, Сечешь, речка, не колыбнешься Желтым песком, да не возмутишься. А чего же мне возмутиться Ни дождя нету, ни вихорю?